Добрый день, дорогие друзья, гости на моем канале. Я, как всегда, рада вас приветствовать. Сегодня я буду пересаживать некоторые свои бегуньи и решила снять видео, показать вам подробно, что я буду именно делать. Значит, еще хочу сказать, что вчера на своем канале я скинула видео, которое снимала около двух месяцев назад. И, в общем-то, я об этом видео забыла. На Яндекс.Дзен, на свой канал, я его сбрасывала, а вот в YouTube забыла. Решила все-таки выложить его и в YouTube и сегодня продолжить, как бы, да, ну, такую серийность создать, потому что в том видео вы можете посмотреть, какие бегуньи были два месяца назад, вот, и какие они на данный момент. То есть, опять у меня пересадка, вот, опять я буду некоторым менять объемы горшочка, ну, а некоторые буду просто просматривать, просматривать. И, ну, в общем-то, кому интересно, не будем забегать вперед, потому что я еще и сама не знаю, что я буду с некоторыми делать. Значит, так, давайте начнем, наверное, вот с этой красоты. Я вам показывала ее в прошлом видео, вот, какая она была. Я ее переваливала в огромный горшок, ну, казалось бы, огромный, 13 сантиметров диаметр горшка и 10 высота, или даже 11, ну, видите, да, какой горшок. Эта бегунья, она не помещается у меня в кадр. Смотрите, какой куст шикарный. И здесь уже вот такая вот корневая система, то есть, здесь уже полно корней. И я эту бегунью поставила на фитиль, потому что я не успеваю ее поливать. А бегуньи не любят, когда их, ну, засушивают, да, то есть, бегуньям нужен равномерный полив. Вот, бегунья у меня растет в чистом торфе, агробалте, вообще без каких-либо примесей, просто торф. И корневая система нарастает шикарно. Самое главное, это, как я уже сказала, правильно бегунью поливать, умеренно поливать. Так, эту красоту я не буду пересаживать. Вот, я ее оставляю в этом же объеме горшочка. Единственное, что буду выращивать ее на фитильном поливе, но с периодическими просушками. То есть, у меня вот такая вот емкость. Здесь где-то грамм 150 воды помещается. Вот бегунья выпивает вот эту водичку у меня буквально за 4 дня. А потом где-то сутки всего лишь получается я делаю просушку и заново наполняю емкость водой. Потому что за сутки здесь корней очень много и, в общем-то, грунту успевает верхний слой подсыхать. Ну, а на нижний здесь не влияет ничего. То есть, вот, если делаете просушку между фитильными, ну, между поливами, то не нужно, нужно вовремя доливать воду, в общем-то. Не нужно ждать, пока корни полностью пересохнут. Так, вот эту красоту я убираю сейчас и покажу вам еще одну. Ну, это ДС Флирт. Она у меня растет в девятке. Тоже в чистом торфе и тоже на фитильном поливе уже. Потому что тоже не успеваю поливать. Вот такие вот уже корни. Смотрите, какие там шикарные корни. И сегодня я с девятки хочу эту бегунью методом перевалки перевалить в больший горшочек. Немножко больший. Так, горшочек я сейчас для нее подберу. Ну, в общем-то, пересадив вот эту бегунью. Вот, значит, вот это я сейчас добавлю объема и сделаю замену горшочком. Так, сейчас я все подготовлю. Ну, здесь горшок вот такой вот. Тут, наверное, сантиметров девять высота и сантиметров одиннадцать-двенадцать диаметра горшка. Значит, тоже уже устала я поливать ее. Она пересыхает постоянно у меня. Потому что вот такие вот уже корни у бегуньи. Видите? Вот, все. Здесь уже по-любому нужно добавлять объем. Вот я буквально вчера вечером делала полив. И за меньше суток уже грунт подсох. Так вот, значительно. Значит, я ничего не делаю. Лишних никаких движений. Я просто немножечко вот так вот уберу верхний слой грунта. Хотя он не, ну, хорошенький. Да, то есть отложения солей никакого нет. И я сегодня купила новый горшок. Он на полтора литра, этот горшок. Вот. Сейчас мы померяем. Так, ну, вот он большой. Он большой для этой бегуньи. Ну, я все-таки рискну сделать перевалку именно в этот горшочек. Вот. Рискну. Потому что в таком же объеме у меня растет вот точно такой же сорт, да, который я вам сразу показывала на фитильном поливе. То есть если поливать умеренно, не допускать заливов, то вот этот объем горшка, этот сорт быстро оплетет. Вот. Так, грунт у меня, опять же, верховой торф, агробалт. И в этот торф я добавила немножко мха с фагнума. Тоже, чтобы сократить время между поливами. И так же в этом грунте у меня еще циолит. Немножко. Все вот эти добавки делать необязательно. Бегуньи прекрасно растут в чистом торфе. Вообще без никаких, без каких-либо добавок. Вот. Поэтому если у вас нету мха, нет циолита, то можете просто в торф делать пересадку своих бегуней. И это будет, это будет отлично. Так. Обсыпаю. Я немножко, немножко еще на дно, еще чуть-чуть добавлю, чтобы повыше ее приподнять. Вот. И вот так это все будет у меня выглядеть. И все. Сейчас грунта добавлю. Поливать не буду. Так, тут еще все, что-то надо примерить. А поливать не буду после пересадки, потому что у меня здесь получается грунт влажный. Вот. В моих условиях полив будет дня через два со мхом в составе грунта. Если бы был чистый торф, то, наверное, бы побольше. Так. Вообще бегуньи очень много занимают места, потому что они быстро все-таки растут. У меня весной на подоконнике помещалось пять бегуней, а сейчас у меня там помещается всего лишь три бегуньи. А подоконник у меня немаленький. Так что, вот так вот так. Ну, все. Сейчас все это я распределю. Так. Я не подписываю название сорта, потому что, в принципе, у меня немного бегуней. Всего лишь пять сортов. И, в общем-то, я их не перепутаю. Так. Немножко грунт разравниваю. Вот. Там где-то моя палочка. Где-то потеряла свою палочку. Так. Вот этот листик я, наверное, уберу отсюда. Вот. Пусть здесь корешки нарастают. Он такой немножко обесцвеченный, как бы, старенький. Поэтому им можно пожертвовать. И тут вот на этом месте нарастут новые корешочки. Бегуньи вообще любит выпускать корешки. Как-то вот сбоку. И сейчас покажу вам. Так. Грунт я не уплотняю. Я его просто немножечко... Ну, пустоты сами, которые заполнятся, те заполнятся. А вот прям уплотнять сильно грунт не нужно. Вот тут прям гребень растет. И обычно вот здесь вот нарастают корешки. Поэтому вот это место я предпочитаю при пересадке немножко как бы заглублять, подсыпать грунтом, чтобы тут образовывались дополнительные корни. Так. И все. Вот и все. Вот эти бегуньи, вот эту именно бегунью на фитильный полив уже не поставишь. То есть здесь предполагается полив по верху, по краю горшочка сверху, до верхней полива. Потому что в составе грунта присутствует мох. Если у вас мох, то ни о каком фитиле речи быть не может. Так. Все. Вот эту красоту я отставлял ее. Вот. И сейчас пересажу другую. Так. Будет в красивеньком горшочке бегония. Вот такая. Это Федор. Зарубежная селекция. Я вам покажу. Буду показывать периодически. Вот как они растут и как они себя чувствуют. Так. Дальше. Дальше. Я хочу пересадить вот эту бегонию вот в этот горшочек, освободившийся. да. Здесь наклейку я снимаю и буду переваливать. Так. Это у меня ДС Флирт. У меня, кстати, есть еще один кустик ДС Флирт. Сейчас я вам его покажу. Побольше. Вот это маленький, а вот это вот побольше кустик. Я сейчас тоже буду смотреть и его пересаживать рано еще, наверное, с этого горшочка. Но добавлю мхату, да. Так. Вот я даже подписывала 29.06. Я делала перевалку наверное, со стаканчика вот в девяточку. И сегодня 22. То есть за два месяца наросла вот такая вот корневая система. Так. Здесь я вот этот нижний листик снимаю. Он желтенький и он нам не нужный. Это деточный еще листик. Остальное все также и оставляю в таком же виде. Вот эту ниточку я сейчас убираю. Смотрите, какие шикарные корни. Вообще классные. Так. Немножечко снимаю верхний слой. Так как здесь грунт более влажный, да, то есть не просушенный после фитиля, то в мох я сейчас в грунт с самхом, да, в торф с самхом вот эту бегунью переваливать не буду. Я ее сейчас перевалю просто в агробалт с циолитом. Так. Это у меня флифт. Сейчас мы все это быстренько сделаем. Так. Тоже влажный у меня грунт. Я на дно добавляю торфа. Так. И примеряю. Вот так вот. Все. Все отлично. Все хорошо у меня стало. Так. И подсыпаю. грунт, в общем-то, заполняю пустоты. Горшочки потом нужно будет протереть, чтобы они чистенькие были. Так. Так. циолит я использую совсем недавно. Поэтому не знаю. Самое интересно, как поведут себя в нем растения. Очень много положительных отзывов о циолите. и я решила попробовать, потому что перлит, в общем-то, вообще мне не нравится. Пенопластовые шарики, перлит. Вот. И для бегонии они вообще не нужны. Вот эти. Вот смотрите, какие корешки боковые. И бегония начинает расти на бок. Вот. это в принципе нормально. Это все все-таки должно быть. Так. После таких пересадок еще потом уборки. Пока все это уберешь, все вытрешь. Так. Все. Грунт расправляю. Не заглубляю. тут вот ничего. То есть вот по первой листики. Все. Так как у меня грунт влажный, то он в принципе оседать больше не будет. Он в свое положение вот сейчас так и примет. Так. И вот здесь вот под вот эти корешки, которые воздушные как бы, я сюда грунтика поддобавлю. После таких пересадок бегонии, как в принципе и другие растения, нельзя ставить на солнце. То есть желательно где-то в прохладное место поставить, чтобы в течение недельки бегония смогла адаптироваться. Потому что в любом случае пересадка это стресс. Нужно ведь освоить корешкам объем грунта, который добавили. вот поэтому условия должны быть оптимальны. Выбирать объем горшочка в первую очередь нужно ориентироваться на корневую систему. Насколько корни выросли. Желательно добавлять объем постепенно. То есть вот я сейчас немножко наперед забегаю. Это многовато. Нужно все-таки поменьше. я, допустим, уже более-менее в себе уверена, что я умею поливать. Вот. А если кто только пробует, только начинает, то, допустим, здесь с девятки делать перевалку лучше всего в десятку одиннадцатый горшочек. Если у вас там растет в десятке, то максимум это двенадцатый горшочек. Ну и опять же, нужно еще учитывать особенность сорта. Крупные это сорта, мелкие это сорт. Ну, то есть вот это тоже нужно учитывать обязательно, потому что вот, допустим, вот эту первую бегонию, которую я вам показывала, скорее всего, что вот этот еще раз вам ее покажу, вот этот огромный горшок это окончательный вариант. То есть вполне возможно, что большего горшочка бегонии добавлять и не нужно. Потом просто ну, зимой уже, наверное, скорее всего сделать, обновить, да, то есть срезать часть корневой системы, досыпать грунта и дальше выращивать в этом же объеме. Вот, то есть это важно. Так, эту красоту отставляем и сейчас буду смотреть вот эту. Что я буду с этой делать? Потому что здесь тоже грунт пересыхает у меня очень-очень быстро. Это значит, что там полно корней. вот, и сейчас я буду смотреть, смотреть, и, ну да, вот, смотрите, сколько корней. Конечно, здесь уже тесно, здесь уже все, весь грунт съеденный. Вот, бегонии начинается краевой некроз, потому что полив нарушается, питания нет. Вот, будем сейчас добавлять объем. так, ну, вот эту красоту я, наверное, сейчас посмотрю, в какой я горшок буду пересаживать. Потому что, в принципе, можно, конечно, перевалить в такой же, в полтора литра. Вот, в принципе, да. Буду в этот же горшочек переваливать. Вообще, вот, может быть, даже посмотреть, что там у нас с флиртом, и, возможно, да, с флирт. вот в этот посадить, а этот в этот. сейчас посмотрим. Так, вот, DS-флирт, здесь у меня горшок больше, чем вот этот. Вот, чуть-чуть больше, мне кажется. Сейчас посмотрим, как тут корни, что тут с корнями. Вот, все. Так, а тут нет, видите, тут вот еще не оплели корешки, то есть, тут пересадка не нужна. Вот, здесь вот, я бы даже сказала, не совсем все в порядке с корнями, видите. Несмотря на то, что бегония выглядит в целом неплохо, ну, вот, что-то ей, что-то ей не нравится. Поэтому, я ее не трогаю. Все. Я оставляю ее в этом же горшочке. Вот. Оставляю в этом же горшочке. Единственное, что я сейчас этой бегонии сделаю, так, я надеюсь, вам видно будет. Это, чтобы у меня не пересыхал грунт, я сверху, сверху добавлю мха чуть-чуть. Вот, что я сделаю. Мха сфагнума. Так, тут можно чуть-чуть пустоты немножечко подзаполнить. Вот, чуть-чуть затолкать, чтобы бегонию выровнять. вот в этой бегонии, видимо, видимо, были проблемы с поливом. Наверное, когда-то переувлажнила ее, когда-то засушила, поэтому здесь корни, так скажем, не в лучшем виде. Но, да ладно, сейчас мы все это исправим. так, значит, добавляю просто влажный мох сфагнумом вот сюда. Так, ну, а потом буду делать, когда где-то через месяц буду срезать часть корневой системы в этой бегонии и обновлять все-таки корешки, потому что, потому что что-то там, что-то там не совсем лады. Сейчас трогать не хочу ничего. Вот. Не хочу, но чтобы не было у меня, мне просто очень быстро пересыхает грунт. Поэтому я решила мхом это все исправить ситуацию добавления мха. Как орхидеи. А потом будет достаточно просто немножко в поддон налить водичку для полива и слегка увлажнить вот сам торф. торф, сам мох с фагном. Вот. И таким образом в принципе с бегонии не случится ничего. Она отрастит новые корешки более крепкие. Ну, а потом уже будет пересадочка. Так, все, значит, с этой я решила. Я ничего не делаю. Я ее отставляю. Так, а вот эту, значит, я буду переваливать все-таки вот в этот горшок полтора литровый. Так, так, здесь я ничего не трогаю. На дно, я эту бегуню немножко по-другому пересажу. Значит, здесь я на дно тоже добавлю чуть-чуть мха сфагнума. Вот. А грунт торф с циолитом у меня будет. То есть, без сфагнума. Вот так все будет выглядеть таким образом. Так, тоже на дно грунт примеряю. так вот это вот. Так, еще чуть-чуть грунта добавляю. Бегуньи очень любят расти во мхе. то есть, чтобы грунт был самхом. Но, самхом нужно учитывать, что полив немножко все-таки происходит по-другому. Так, поосторожнее. Так, тут в принципе можно вот эти два листочка удалить. В принципе-то, что я, сейчас и сделаю. Они все равно у меня немножко как бы начали кончики подсыхать. Поэтому я их удалю. Вот, эти листики. А вот здесь вот нарастет, нарастут новые корешки. Вот. И будет все отлично. Так, я заглублю вот эту сторону. видео не носит какой-то там урок, да, по выращиванию бегоний. Ни в коем случае. Я просто показываю, что я делаю, как я выращиваю, да, свои бегонии. И где-то через месяц покажу потом, как они себя чувствуют. Вообще, бегонии мне сложно показывать, потому что они у меня в камеру не помещаются. я съемку делаю с телефона, и очень мне сложно сделать, в общем-то, качественное видео. Я попробую, постараюсь, выставлю их на подоконник, может быть, куда-нибудь на стол, и сделать обзор, как они вырастут, вообще, что, что с них получится, да, где-то через, ну, через месяц, через полтора, не раньше. Вот. Не раньше. Так. Ну, в принципе, все, сейчас я вот этот грунт расправлю. Здесь. Так, где-то потеряла опять свою палочку. Так. А, есть у меня еще одна бегония, чуть еще про одну, не забылась. Сейчас я ее тоже буду смотреть, что я с ней буду делать. Там, по-моему, тоже пересаживать, ее еще переваливать рано. Но, грунт тоже пересыхает все время, и что-то надо, что-то нужно предпринять, чтобы не было пересушек. Если у вас подсыхают кончики листочков по краям, это связано все с поливом. если полив плохой, то, значит, плохие корни. И таким образом бегонии показывают, что что-то им не нравится. Это не удобрение. Я, допустим, бегонии вообще, может быть, за все вот два месяца после пересадки я один раз их всего лишь подкормила. и то, это не то, что я прямо специально, мне нужно подкормить бегонии. Нет, у меня просто осталось в бутылке удобрение, ну, фиалки подкармливала, и у меня осталось, чтобы не выливать, не пропадать добру, я полила ими бегонии. Но я не думаю, что они у меня так хорошо выросли за два месяца после пересадки из-за того, что я их один раз подкормила. Нет, этого можно и не делать, ну, подкорма, достаточно просто вовремя делать перевалочку. все, ой, это мне тоже Федор, в горшке полтора литра. Так, и последнюю бегонию, сейчас мы с вами посмотрим. Так, это у меня ДС Чалкушу, одна из самых первых бегоний, которая у меня появилась. Так, извиняюсь за вот это все, за вот это, бардак это, так, смотрим ее. В целом, как бы, неплохо, хорошенький такой кустик, грунт тоже подсох, а я вечером вчера поливала, я каждый вечер поливаю свои бегонии. Так, смотрим корни, они есть, светлые, хорошие, но я бы не сказала, что они прям вот наросли, да, как вот у тех бегоний, то есть здесь еще вот полно неосвоенного грунта. Я его сейчас вот так вот немножко уберу, вот грунт уплотнился и поэтому, видимо, мои поливы, в общем-то, грунт не промачивается где-то, из-за этого корешки плохо нарастают. Так, сейчас мы это все исправим. Значит, вот этот я, все, что с отсюда сейчас стряхнется. Так, ну тут у меня фитильная нить, я планировал оставить эту бегонию на фитиль, но так и не поставила. Я ее уберу, эту ниточку. Так, и сейчас немножко, немножечко ее как бы обновлю грунт и объем горшка менять не буду. Вот тут вот отмирание корней идет. Это все, что отваливается, это значит, что эти корни уже не работают. и они, собственно говоря, не нужны. Если убирается много корней, то после таких пересадок бегонию лучше всего поставить в тепличку, просто хотя бы накрыть пакетом. Ну, у меня, я думаю, тут не так уж много убралось, поэтому думаю, что я без теплички обойдусь. Так, все, больше ничего. трогать не буду. Добавляю. Так, эту красоту я буду самхом тоже высаживать. Грунт самхом. Так, на дно немножко грунта. Так, примеряю. Что у меня тут получается? Ого, отлично. Все получается. И досыпаю свежего грунта. Так, здесь вообще даже можно много я добавила. Так, здесь я, наверное, муха чуть-чуть на дно положу, потому что здесь грунта не нужно. На дно сильно много. Я же объем горшочка не меняю, не меняю, поэтому просто немножко, немножко сделаю и вот так. Больше мох мне не нужен. Нужен просто грунт. Дорф, как я уже сказала, в состав грунта входит немножко циолита, вот это 10%, и мох сфагнум порезанный для того, чтобы удерживалась влага, чтобы не так быстро просыхал грунт и меньше слеживался, чтобы дольше оставался воздушным. Вот, потому что если грунт будет плотный, то будет вот такая вот история. В каком-то месте он после полива будет промокать, а в каких-то местах будет оставаться сухим. И из-за этого корни будут расти не так, как нужно. Так, все, сейчас тут все я расправляю, и если после такой вот моей перевалки, пересадки, да, у бегуньи повянут немножко листики, я ее накрою пакетиком. Дня на два. Вот. А там дальше посмотрим. Если у вас жара, то лучше вообще такие пересадки не делать. У меня уже жара нет, поэтому я это делаю все смело. Уже дело к осени. Они как бы по прогнозу 30 градусов днем. да, есть днем 30 градусов бывают в какие-то дни. Но с учетом того, что допустим ночная температура уже более прохладная до 15-16, то как бы 30 градусов уже так не ощущается, когда в знойные летние дни, да, когда и ночная 22, и дневная 32, то есть тогда жарко. А сейчас уже это тридцатка она в общем-то можно так сказать ни о чем. Поэтому еще и посылки можно высылать в 30 градусов. Это не жарко. Так, все. Надеюсь, вам было со мной интересно. вы что-то для себя почерпнули, возможно, тоже есть какие-то вот такие, вот видите, замечаете проблемы у бегонии, что вроде бы и все хорошо, и что-то видно, что не хватает растению. Обязательно нужно проверять, смотреть корневую систему. Какие-то возможно требуют пересадки с добавлением объема горшочка, вот, а какие-то бегонии даже можно освежить, а объем горшочка не добавлять. Вот так вот. Так, пишите свои комментарии, вообще снимать вам видео про бегонии, нравятся вам такие видео именно на моем канале. Я, в общем-то, буду ориентироваться по вашим комментариям. Всем всего доброго, до свидания.